Ну вот так, пусть уже на равных конкурируют с основными конкурентами. Напомним, М1, который отгонялись у нас мальчишки 5-7 лет и девчонки, М2 8-9 и М3 10-13, вот так по правилам. Надо сказать, что эти правила, они еще формируются только в стадии, то есть вот как бы их определили организаторы вот в таком плане, официально они не утверждены, официально этих классов у нас нет в рамках кросса. Но в истории уже в любом случае это вписано. До этого их было два, там младшие дети, там старшие как бы, сейчас вот три возрастные группы. Причем вот эта группа старшая, которую мы видим через заезд, она уже вполне там, в общем-то там ребят уже по 13 лет, которые могли бы и на молодежном первенстве России вполне перемещаться себе быстро. Так что если те, кто ведут развитие и историю снегоходного спорта в России, то могут себе написать, что в 2013 году впервые в Новом Уренгое эти соревнования состоялись достаточно на официальном что ли уровне. До этого проводились в разных городах, так локально достаточно. Показательные выступления. Показательно больше, ну и даже, я бы даже сказал, не только показательно, наверное, как бы рекламно даже. А вот именно с 25-го чемпионата уже как-то развитие пошло потихонечку. И вот уже смотрите, какая массовость. И уже гонщиков выпустили на трассу. Это уже о многом говорит. Ну вот они уже выстраивают свои снегоходы на стартовой позиции. Им помогают взрослые. Понятное дело, что... Ну заднего хода нет. Вот если он промазал у нас эту стартовую прямую, самому оттащить его снегоход назад. Ну как это делают взрослые гонщики. Не представляется, да, возможно. Как это делают взрослые гонщики, сами выстраивается, сами равняет, как им нужно. Тут, естественно, без помощи взрослых не обойтись. Но это только на первых парах. На следующий год уже совсем все будет по-другому. Они наберутся сил, покушают бабушкиных пирожков. Кашки, кашки, манны. И уже будут совсем по-другому выглядеть. И вот остаются считанные секунды до заезда в классе М2. Вот уже показал судья, что все готовы. Сейчас судья на старте поднимает свой желтый флаг. Отсчитывается время. Старт! Старт. Ну что, давайте посмотрим. Ну как-то среагировали не очень быстро. Не, ну скорости нет, скорости, смотрите, скорости намного выше. Опять единица, кстати говоря, отрабатывает. Вот счастливый снегоход. Меркурьев. Самый, наверное, у него на нитрометане, на закиси азота. Мотор здесь какой-то. Он опять у нас идет впереди. Механики что-то там, наверное, намудрили. Подшаманили, подшаманили ему. Ну, это снегоход под номером один. Но его представляет Алексей Меркурьев. Ямбур. Сейчас пилотирует. Ух, как оторвался-то. А вот так вот. Вот так. Но Меркурьев, надо сказать, он был призером младших детей. Вот как раз два года назад, 2013 года. Или 2014. Нет, наверное, 2014 все-таки как раз. Ух ты, оторвался хорошо. То есть, если будет сохранять такой темп, то он и выиграет на ножках, на ножках. Смотрите, прям силовое преодоление. Амортизирует. Амортизирует, да. Хода подвески, конечно, у него маленькие у этого снегохода, в отличие от взрослых. Поэтому вот ноги не лишние. Ну, как раз заодно подкачается. Да, вся группа мышц задействована сейчас у ребенка. Вся группа мышц у спортсменов задействована. Это и кисти, и плечевые суставы, и ноги. В общем, полностью вся группа мышц сейчас задействована. А вот интересно, а сколько... Восьмерочка опять на втором месте. В общем-то, вот так вот получилось. Никакой интриги, собственно говоря. Интриги нет. А сколько он весит, интересно, этот снегоход? Я думаю, что килограмм... Так, восьмерка, Николайчук. Килограмм, наверное, 80-100. А у меня что-то восьмерки здесь в М2 нету, собственно говоря. Ну, вот такой вариант есть. Итак, Николайчук. Надо будет узнать чуть позже, сколько же весит снегоход этот детский. Либо попросить, чтобы тренеры громко крикнули. И до нашей комментаторской позиции эта информация донеслась. Я думаю, что килограмм 100. 100, да. Не больше. Там четырехтактный мотор, но он небольшой. 120 кубиков трансмиссии. Это маленькая, упрощетная такая подвеска тоже не особенно развитая. Вот эти снегоходы детские, они очень здорово напоминают снегоходы взрослые, немножко уменьшенные. 90-х годов. 90-х годов, да-да-да, совершенно верно. В середине 90-х годов они такие блинчики были, все небольшие. Это сейчас уже снегоход такой кроссовый. А вот тогда они просто визуально смотрелись намного меньше. Уменьшились, да, в размерах. Абсолютно, совершенно с вами согласен. Да-да-да. 90-е годы как раз вот в это время. И они были низкие достаточно из-за маленьких ходов подвески тоже такие, но мощные тоже аппараты. Вот если посмотреть старые фотографии развития снегоходного спорта у нас в Уренгое, то как раз именно такие снегоходы там и были. Вот я слышу даже ВУЗЛу кто-то поддерживает. Болеет. Болеет, да. Ну, я думаю, что вот ВУЗЛ, который сейчас звучит, когда выйдут на старт более взрослые спортсмены, я думаю, что она вам не пригодится. Но хотя поддержка в любом случае чувствуется. Заработает вовсю. Чувствуется эта поддержка гонщиков. Они сами говорят, что чем больше зрителей, тем больше азарта у них появляется. Поэтому, когда зрителей нет, как-то и неинтересно особо гонять. Потому что все это шоу для вас, дорогие, для нас, дорогие друзья, гонщики это делают для того, чтобы мы с вами получали удовольствие. Ну, а как не получить удовольствие вот от такого выступления, хоть и скорости маленькие, но зато впечатлений масса. А для некоторых, по-моему, снегоходы вообще маленькие. То есть им уже пора на кроссовые садиться. Ростите растут по-разному, конечно. У кого кто-то выше ростом, кто-то ниже. И такие же проблемы, как и в летнем мотокроссе существуют, он с эргономикой. Он коленками уши закрывает. Переросли, да, уже надо. Тесновато, надо уже побольше аппарат подбирать. Ну, а вот для девятого номера в самый раз. В самый раз. Как раз. Замечательно, замечательно. И тот факт, что у нас уже проводится бэйбэкросс, уже говорит о многом. Развитие идет, не стоит на месте. И этот факт... Я боюсь, что это не восьмерка, а 18-й номер бэйбородов. Отвалилась единичка? Нет, они просто... У них попали восьмерки, совпали. Все понятно. И они вот таким образом пытались выйти из положения. Мы эту единичку толком не видим. Вот, уже слышится в техническом... Уже в техпарке слышится мотор... Рев мотора уже настоящего кроссового снегохода. Идет разогрев, потому что сейчас следом на старт выйдут М3. Уже на кроссовых снегоходах. И скорости будут другие. И уже и снегоходы будут другие. Вот уже у нас идет борьба. Некая борьба коллегов и 11-й номер. Он даже вот так вот прям бортует его. 11-й у меня Дашенко. Чернюк. Ну да, некоторые у нас путаницы из-за того, что на одном снегоходе несколько кандидатов у нас на пилотирование. Ну и единичка. Единичка вот круговых объезжает у нас лидер Алексей Меркурьев. Ямбург новой рингой. Был уже вице-чемпионом у нас в рамках кубка Ушакова. Одного из первых кубков. Сейчас чувствуется опыт у него есть. И вот финиш. Да, выигрывает у нас Леша Меркурьев. Ямбург. Где-то мальчик на круг отстал. В М2 у нас девочек не набралось. В отличие от М1. Да, было бы интересно, конечно, если у нас бы все-таки создался такой женский снегоходный кросс. Было бы интересно посмотреть. Почему? Женщины у нас сейчас, по-моему, везде выступают. Все виды спорта у нас уже. Сейчас вы слышали, да? Формула-1 собирается тоже делать женскую. Так что никакого притеснения. Никакого притеснения. Представительность прекрасного половины человечества не происходит у нас в мире. Хотя вот. Ну, надо сказать, что когда наши кольцевики у нас трассы не было, они ездили в Финляндию, то вот Мария Норох, финская гонщица, их почему-то объезжала, наших российских чемпионов, парней. И как-то вот это было несколько даже обидно получается. Уже очень много фильмов снималось на тему, как тайно девушка переодевалась в юношу и участвовала в гонках за брата. Очень много было уже таких примеров. Ну, во всяком случае, если мы смотрим, да и зимний мотокросс тоже, вот снегоходный кросс, там девчонки едут, будь здоров. А летний-то, допустим, на X-Games им сделали разрывной трамплин. Я так понимаю, что очень много бы мужчин не смогли бы его прыгнуть, а девчонки так достаточно бодро у нас его преодолевали. Ну, если взять статистику дорожно-транспортных происшествий, то я могу сказать, что если взять за 100% мужчин и женщин, то чаще всего все-таки бьются мужчины. Поэтому женщина всегда подходит к делу достаточно так скрупулезно. Вот. Есть, конечно, небольшие проблемы, но мы о них умолчим. Ну, хотелось бы, очень хотелось бы посмотреть на снегоходный спорт среди девушек и женщин. Очень хотелось бы. Ну, во всяком случае, в Скандинавии у них вот этот женский зачет, он идет постоянно. Их немного, но тем не менее. И в основном те же фамилии. Оман, там она его подруга, получается, у Ренхайма. Две сестры гоняются там старшая, причем она в Америке чемпион уже двукратный, а Ронья младшая, она призер Швеции, пока текущий. Он еще не закончил с чемпионата этого года. Ну что, готовятся сейчас в предстартовую зону выехать гонщики Формулу М3? М3, Формулу М3, да. Ну, представим пока Формулу М3, пока они готовятся к старту своему. Третий номер Илья Вишняков, Ямбург. Номер 4 Максим Рылеев, Ямбург. Шестой номер Булат Хункаев, Ямбург. Седьмой стартовый номер Дмитрий Васильев, Ямбург. И номер 9, стартовый номер 9 Антон Пелюгин, Ямбург.